Мы снова в музее «Арсеналин» и продолжаем экскурсию по танку «Стритсваген М42». Сегодня, как и всегда во второй части, мы посмотрим на интерьер этой машины. Начнём с командирского люка. Башенка командира не вращается. Есть пять перископов, которые дают неплохой обзор в 360 градусов, хотя обзора впереди и слева недостаточно, потому что там установлен своего рода бронированный щиток. Люк двустворчатый, очень простой. Он подпружинен, что слегка облегчает его открытие и закрытие, а эти небольшие рычаги просто помогают вам поднять крышку, когда вы забираетесь внутрь. Ещё одна деталь на крыше башни — это головка перископического прицела наводчика, а больше ничего интересного на ней нет. Так что давайте заглянем внутрь. Добро пожаловать на место, о котором, видимо, будет самый короткий рассказ в истории передачи, потому что говорить особо не о чем. Командир сидит на откидном металлическом сидении и ограничен большим ограждением отката орудия слева, а также сидением заряжающего. Заряжающий сидит впереди, и это довольно спорное конструкторское решение. Но как есть, так есть. За левым плечом командира установлена 25-ваттная радиостанция модель 1. Есть несколько плафонов освещения, а также система переключения управления башней на себя. Это была довольно новая идея в то время, и надо отдать должное шведам, которые её установили. Вот, в общем-то, и всё. Сейчас я перемещусь вперёд, и мы посмотрим на место заряжающего. Итак, мы на рабочем месте заряжающего. Он тоже сидит на откидывающемся сидении, но оно ему очень нужно, потому что тут очень узко и нет полика башни. Даже представить страшно, что кому-то захотелось, чтобы ноги заряжающего оставались на месте, в то время как башня вращается, и он пытается ими переступать по полу корпуса. Надо сказать, что весь танк довольно узкий, но, как мы знаем, это было стратегическое решение. Перед заряжающим находится установка из двух 8-мм пулемётов, и они физически соединены с орудием, то есть они спарены. Но на передней части корпуса можно заметить ныне заваренные бойницы, и оказывается, что, согласно инструкции, можно было быстро отсоединить эти пулемёты от орудия, чтобы заряжающий мог вести из них огонь, независимо от основного орудия, по другим целям. Огонь вёлся с 75-мм снарядами, и всего в машине хранилось 59 снарядов. Два снаряда, самой первой очереди, находились справа от заряжающего. Ещё 10 располагались под казёнником, а ещё 16 хранились вдоль бортов, снаружи башенного погона. Говорят, что до большинства снарядов заряжающий мог дотянуться, не покидая своё место. 75-мм снаряды довольно маленькие, и заряжаются левой рукой в горизонтально открывающийся казённик. Это неплохо. По крайней мере, снаряды короткие. Остальные из 59 снарядов хранились либо в ящике в полу корпуса под углом, либо находились ближе к мехводу. Очень качественно на этой машине продумана система сбора стрелянных гильз. Все стрелянные пулемётные гильзы попадают в этот лоток, и при необходимости вам нужно просто открыть дверцу, тогда все гильзы падают вниз в жёлоб. Он ведёт в специальную воронку, которая выходит из днища корпуса. Так же было и с гильзами от 75-мм снарядов. Они отстреливались, падали вниз в жёлоб, и если вам нужно было избавиться от них, то есть вам не надо было сохранить гильзы и вести их с собой, они бы просто болтались внизу корпуса до тех пор, пока бы вы не потянули рычаг, который открывает дверцу в днище, и тогда гильзы просто выпадали из неё. И это очень удобно. Иначе гильзы болтаются где попало, мешаются под ногами и занимают место внутри машины. Это было рабочее место заряжающего. Теперь давайте посмотрим на место наводчика. Добро пожаловать на место наводчика. Здесь всё по-другому. Как вы видите, прицелы находятся примерно на уровне моей груди. Даже не знаю, насколько низким должен был быть наводчик на этой машине, поэтому я сейчас встану с сиденья, которое закреплено по высоте, и стану коленями на пол корпуса. Так намного лучше. Итак, я стою на коленях на полу и отлично располагаюсь на уровне двух основных прицелов. Отмечу, что по центру крыши башни есть выпуклость, которая явно сделана для того, чтобы казённик мог подниматься вверх при стрельбе вниз. И действительно, угол склонения орудия примерно 15 градусов. Почему прицелы не подняли на уровень наводчика, не знаю. Думаю, они пытались сохранить низкий профиль машины, но это просто ужасно. Итак, прицелы. У наводчика их два. Один перископический прицел с кратностью 1,75 и полем обзора в 40 градусов. Он весьма хорош. Прицел соединён с орудием и может быть использован как основной. Он очень удобен при поиске целей в случае, если из-за укрытия выглядывает только крыша башни. Вы можете наводиться на цель до того, как покажете остальную часть башни. Также есть вспомогательный ломающийся телескопический прицел с кратностью 1,7, но поле обзора уже всего 28 градусов. Что хорошо, этот прицел позволяет вам увидеть, нет ли перед орудием препятствий для стрельбы. Управление довольно простое. Здесь находится рукоятка управления механизма гидравлического поворота башни. Просто двигайте её влево или вправо, и башня будет вращаться соответственно. Наведение орудия ручное. Есть стопор орудия. Нужно его отключить здесь, и тогда орудие можно поднимать и опускать. Стопор орудия. Также есть и ручной привод поворота башни. Это простая рукоятка. Очень похожая на все остальные рукоятки ручного привода в танках. Впереди несколько переключателей для орудийных систем, и всё. Конечно, стоит отметить, что раз здесь нет полика башни, наводчик не может вести огонь, сидя на корточках, или стоя на колени, как я сейчас. И… да, надо быть низким. В общем, я собираюсь выбраться отсюда и переместиться на место мехвода. Итак, я проскользнул вперёд и вниз на сиденья мехвода, и тут всё намного лучше. Даже люки легко закрывать. Вот такое удобное место мехвода в танке начального этапа войны. Я могу с лёгкостью управлять этой машиной. В сравнении с сиденьем наводчика, не знаю, чем там думали конструкторы, это сиденье предназначено для того, чтобы комфортно находиться в нём достаточное количество времени. Так что, если даже я могу без особых проблем управлять этой машиной, то и танкисту среднего роста в то время было бы здесь очень удобно. Приборы управления очень простые. Традиционные два рычага. Что интересно, если нажать кнопку наверху рычага, включится режим дополнительного управления, и радиус поворота тогда настолько мал, что составляет всего полтора метра от гусеницы с внутренней стороны. Это очень хорошо, учитывая, что минимальный радиус поворота на Шермане был примерно 9 метров, насколько я помню, так что это весьма впечатляюще. Теперь о других приборах перед мехводом. У него есть две педали — газ и тормоз. Для переключения передач нужно просто отпустить газ, здесь довольно продуманная коробка передач. Приборная панель устроена просто, спидометр, давление масла, температура масла, температура воды, стартер, пара переключателя освещения и всё. На этом танке применялись две коробки передач. Сначала это была электромеханическая коробка немецкой фирмы ZF. Она была очень эффективной, высокотехнологичной, весила мало, но была ненадёжна. Поэтому довольно скоро её заменили гидравлической системой, которая установлена на этой машине. Отсюда и обозначение танков с разными коробками. Электромеханическая трансмиссия обозначалась буквой «М», а гидравлическая — буквой «H». Учитывая также маркировку двигателя, этот танк полностью назывался «Стритсвагн», «М42» и «H», то есть с одним двигателем и гидравлической коробкой передач. Для обзора при езде мехвод использовал три довольно маленьких перископа. Они вполне приемлемы. Понравилось бы мне, будь они больше? Конечно. Справа от мехвода устанавливался курсовой пулемёт. Это был танк ИКВ, поэтому пулемёт демонтировали. Но даже когда он здесь стоял, курсового стрелка в экипаже не было. Из него мог вести огонь мехвод или заряжающий мог спускаться вниз. Хотя зачем ему это делать, когда у него есть свои пулемёты? Прицеливание осуществлялось по трассерам, которые были видны через перископы. Внизу справа находится укладка из примерно 20 снарядов. И последняя деталь. Слева от мехвода находится ручка огнетушителя. Баллон находится чуть позади. Эта ручка соединена с такой же ручкой на бронелисте снаружи. Поэтому огнетушители было можно активировать как изнутри, так и снаружи машины. На этом об интерьере танка всё. Сейчас я выберусь через люк мехвода, который… Давайте посмотрим, насколько тяжело это будет сделать. Думаю, что не очень тяжело, потому что нужно просто отключить защёлку, поднять люк, зафиксировать его, открыть две дверцы, и тогда места будет достаточно. Итак, наш традиционный тест… Боженьки мои, танк горит. Да, это было не сложно. Всего было построено 282 машины, служившие до 1957 года. Затем их стали модифицировать. 225 танков со сдвоенным двигателем превратили в СТРВ-74, а остальные — в ИКВ-73. Башни тех танков, которые модифицировали до версии 74, использовались в качестве береговых укреплений. А когда 74-ки были сняты с вооружения, танковые реставраторы смогли вернуть старые башни на эти танки, чтобы мы снова могли увидеть 42-ки в музеях по всему миру. Итак, это был Стритсваген М42. Увидимся в следующей серии.